всем привет у нас сегодня мы даже не говорим доброго утра как ни странно у нас утра не было да мы очень поздно вчера приехали и легли спать даже если я не смотрел на время наверно где-то около 6 утра да и поэтому мы утро просто проспали и сейчас сколько сейчас время сейчас уже пять вечера и мы только вышли из дома доедем супермаркет и покажем что там можно купить или что мы купим кстати пока не знаю что мы будем покупать просто едем туда даже для того что но я думаю что это одна из причин а вторая причина нам просто нефиг делать и поэтому мы поедем все мы уже супермаркете в общем я хотела вам рассказать что в общем-то в латвии не знаю как латвии но в риге а больше всего супермаркетов которые называются риме они самые распространенные они буквально на каждом шагу и они самые дорогие и это не местная компания не национально на самом деле это неважно вот но в общем они самые дорогие там самые дорогие цены при том что цены там бывает разница прям два раза вот поэтому мы ездим другой супермаркет который называется максимум или максимус как-то так максима максима все максима называется супермаркет вот и здесь намного намного дешевле все поэтому мы здесь будем скупаться на всю неделю а такие продукты которые нам нужно там к мясу которая быстро портится мы много не можем купить мы будем покупать в риме чтобы вы знали если вы попадете в ригу то время очень дорого что ты берешь яблоки зачем буду есть и я хочу сделать курочку с яблочным в общем посмотрите здесь есть прям целый огромный отдел с рыбой французский краб италия швеция я так это понимаю да швеция это местные рыбы здесь конечно много очень много очень много местного там только пару вот продуктов было с норвегии и швеции все остальное латвия 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 ну и литва еще есть конечно я взяла еще семена чья кстати здесь очень хорошая цена на удивление вот я взяла вот эту пачечку 300 грамм за 270 вот а в испании такая пачечка стоила три с чем-то хотя это вообще-то испанские семена чья вот не знаю звучало так шпроты это было первое что я попробовал здесь в риге как только сюда приехал сейчас я нахожусь возле второго местного продукта который мне тоже очень очень понравился это квас он просто офигенный мы его брали вчера когда мы играли приставку ели курицу которые нам назар индус приготовил вот и мы взяли квас и он абсолютно всем понравился вот и естественно нам в том числе в том числе и я думаю что мы вот эту неделю будем пить квас будет квасная неделя он совсем забыли рассказать что наши друзья то есть иностранцы им очень понравилась наша украинская коровка то есть конфеты коровка вот которые раша не делает они просто в восторге были от нее не все разобрали буквально сразу же вот да и потом то что что мы там еще привозили щуки то осталось этом катя знает в общем им тоже все понравилось семечки мы им привозили они особо восторге не были они сказали что у них это все есть и испанец вообще сказал попробовал сказал что они не соленые они должны быть соленые в общем это так попробовать местного пива но до него мы так еще пока и не дошли вот ну что с этими вечеринками обычно там например назар покупает что-то и для всех и поэтому нам приходится пить со всеми то что он купил и а мы хотели давно уже пробовать местного пива но пока что еще не попробую так один раз мы сидели кафешке какой-то или пабе я уже даже не помню что за место было вот и мы там брали пиво очень вкусно но я блин забыл его название что вообще вот язык здесь конечно очень сложно я думал полегче будет я пока вот это гулял здесь ребята нормально так уже тележку пополнили зеленые бананы это мое я люблю зеленые бананы правда не такие прям уже прям зеленые как вот эти но они например завтра будет для меня идеальные уже ох кто-то крабовые палочки взял а это катя взяла все я понял смотрите вот эта часть это наша часть а все остальное это вообще она со стасом молоко кукурузка то йогуртики стас взял он такие любят ой катя тоже взяла по традиции мы пошли на кассу самообслуживания кстати здесь она хорошо работает на что когда мы были в польше в варшаве то он мы там полчаса стояли а здесь быстренько пик чувствуешь себя кассиром да обязательно нужно положить товар вот на это место то есть то весы как только он пробивается он ложится туда даже если вы не положите она начинает говорить положите товар положите товар у нас в испании кстати была проблема дима выпил воду и поставил туда пустую бутылку она не восприняла его и у нас были проблемы не пришлось отменять все ну в общем в общем не пейте воду супермаркеты можно платить карточкой наличкой еще есть какая-то карточка сети все готово мы скупились просто огромнейший h&m в три этажа в три три этажа огромный вот я сейчас тут хожу и смотрю это то что я набрала померить в общем то все достаточно одинаковое но это просто то что я хотела я что-то из этого выберу кстати здесь все из продажи вот а кстати еще нашла такую кофту не знаю померю как она мне будет претендент на мое сердце номер один это обтягивающее платье которое я всегда люблю но не знаю претендент номер два это опять обтягивающее платье но уже не миди а очень даже мини вот но я чувствую что вот это все будет подпрыгать когда я буду ходить поэтому я не хочу а это я думала что будет платье но это не платье это туника тут все просвещается вот поехали дальше и это точно такое же как предыдущая и кофта совсем не моя история вообще ничего мне не подошло в H&M я вообще поздно пришла уже все закрывается опять и опять ничего не успеваю мы уже почти отдыхаем валяемся в кроватке и снова неудачный шоппинг я просто поздно пришла я не успела все магазины обойти мы просто сегодня поздно проснулись и для нас сегодня все поздно да да если бы магазины сегодня работали до 12 то я бы все успела я бы что-то купилась да а так пока что все всем хорошего дня всем спасибо что нас посмотрели всем пока пока всем до завтра пока 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 。